Привет, друзья, с вами Kix. Сегодня будет видео про один финансовый инструмент, с помощью которого можно увеличить свое портфолио в несколько раз. Также знание этого финансового инструмента и как правильно его использовать даст вам возможность заходить в рынок и покупать коины, монеты, даже тогда, когда у вас в кармане нету средств. Звучит супер. Так и есть. Поехали. Как инвестор, первое, что вы делаете, это изучайте рынок, выбирайте активы, в которые хотите инвестировать. После чего поставляйте перед собой цель. Скажем, первое, количество. Мне нужно 100 тысяч XRP, мне нужно 100 эфириумов, мне нужно 10 биткоинов. Скажем, это пример портфолио, которое ваша цель. Количество есть. Второе, это диапазон цены. То есть вы хотите делать покупки в каком-то диапазоне. Может это просто хорошая цена или же, что еще лучше, депрессивная цена для этих активов. Третье, что вы делаете, это, конечно, временной промежуток, когда вы достигнете своей цели. Большинство инвесторов выбирают, скажем, 6 месяцев, год, полтора года. Самое важное тут, что стабильно каждый месяц они добавляют, покупают, если цена в этом диапазоне. Но много раз получается так, что цена во время месяца, она тоже в этом диапазоне, но гораздо в лучшем месте, чем в начале месяца, когда вы покупали. И в конце месяца, опять же, цена тоже в диапазоне, менее вышли из диапазона, но то место в середине месяца было намного лучше для покупки. Но тогда у вас не было средств, и вы должны были добавить, выйти из графики и добавить средства еще. Что нехорошо, потому что самый лучший тип инвестиции – это стабильный подход и правила, которые вы не нарушаете. Это все понятно, но почему, когда вы и я вместе начнем собирать портфель, скажем, по тем же правилам, 500 долларов каждый месяц в течение года, нельзя ни копейки больше вложить из своего кармона. В таком случае у меня через 6 месяцев будет портфель полностью собран, и в течение остальных 6 месяцев я удвою или, возможно, утрою количество своего портфеля. Но у вас в конце года только будет собран первый портфель. И не факт, что все количество, которое мы изначально поставили перед собой, количество активов, вы у вас будет, потому что рынок может всегда выйти из диапазона, и уже покупать по высокой цене не будет смысла. Но почему это так? Ведь у нас даже цели одинаковые. У нас три типа использования, правильно? Первое – это частичная продажа активов с целью прибыли. Второе – это держать активы для того, чтобы получить дивиденды или с помощью стейкинга, скажем, монет. Третье – отдать наши активы на хранение и выпускать на это стейбл коины, которые мы можем потратить или же снова инвестировать в какие-то продукты. То есть, по сути, у нас даже в итоге результат, как мы будем пользоваться этим результатом, то же самое. Все опции у нас то же самое. «Единственное, что я это делаю быстрее, вы делаете это медленное». Ответ на это кроется в том, что многие инвестора хотят, чтобы их инвестиции начинали работать для них после достижения целей. Первичная цель. Помните, сто тысяч, Саш, пять, сто эфириумов, десять биткоинов. Вот большинство они будут держать, ничего не делать до того, как они достигнут этих целей. Потом они будут их использовать. Я же разделю мою конечную цель на двенадцать маленьких целей каждый месяц и начну уже использовать мои маленькие цели, начиная с первого вноса. То есть, когда я первый раз купил что-то, вот с этого дня то, что я купил, должно работать и принести мне прибыль. Вот что дает мне возможность зарабатывать намного быстрее и больше, чем просто инвестору, который держит. То есть, разница исключительно в активности. Активный инвестор знает, как работать с деньгами. Инвестиция – это работа с деньгами. А ходлер – это просто держатель, ничего больше. Вам решать, вы будете ходлером или же будете активным инвестором. Но как я это делаю и почему у меня получается? Помните, у нас возможности использования наших активов те же самые. То есть, ничего больше у меня нет, чем у вас. Первое – это частичная продажа, когда актив вырос. Второе – это держать активы в любом случае для получения дивидендов. Третье – поставить наши цифровые активы как залог. Взять стейбл коины, доллары, к примеру. И эти доллары давайте уже под проценты, чтобы зарабатывать. Или же на эти доллары купить другие активы и добавить в портфель. Так что и для меня, и для тебя все эти три возможности всегда есть. Нужно просто посмотреть все пункты отдельно. Первое – это частичная продажа. Но это штука нервная. Потому что оно связывается с трейдингом. Ты должен продать, подождать, пока цена пойдет вниз и покупать. И когда твой актив вырос на 30%, конечно, у тебя всегда нервы шатаются. Можно продавать или нет. Может цена вырастет на 50, на 100. Как я использую частичную продажу? Исключительно тогда, когда цена растет из-за новостного фона, а не на применении. То есть, если вышла новость, что актив начал применяться, я не буду продавать. Если вышла новость не касательно применения, а касательно какого-то партнерства и будущего применения. В таком случае после роста я продам. К примеру, у меня была монета Хинфин. Из-за хайпа в Твиттере. Хорошая компания. Монета XTCE. Хорошее программное обеспечивание. Но эта монета за день-два стала очень сильно расти. 100%, 200%. Я поставил фотку 200%, потом утром. Уже было 400%. Я на 400% продал все. Сейчас снизился, снова купил. То есть, я использую частичную продажу исключительно при росте, аномальном росте. 100%, 200%. Но когда этот рост не опирается на применение, а на новостной фон. Это очень важно. Второе. Дивиденды. Иметь в своем портфеле монеты, которые выплачивают дивиденды, или же акции, которые выплачивают дивиденды. Это очень хорошая вещь. Потому что это добавочная прибыль для тебя. И ты можешь использовать эту прибыль, чтобы во время месяца на хороших точках покупать те активы, на которые ты собираешь портфель. И сейчас такое время, когда на крипторынке есть компании, очень новые, скажем, год-два, на которые выплачивают очень хорошие дивиденды. Вот их коины иметь в портфолио – это довольно поддержка, сильная поддержка. Касательно дивидендов вообще сделаю отдельное видео, потому что как выбирать компании, что такое дивиденд-илд, как собирать портфель, что такое экстремальные дивиденды. Ведь на дивидендах можно зарабатывать довольно хорошо всего за несколько лет. Стейкинг для некоторых монет тоже очень хорошая альтернатива дивидендам. Третье – это дать свои цифровые активы на хранение под залог и взять средства, стейбл-коины, чтобы использовать. Вот тут возникает один очень сильный вопрос. Кому довериться? Потому что в рынке очень много приложений. И со стороны DeFi, децентрализованный финанс, к примеру, Maker. И со стороны компании, как BlockFi, Celsius Network. С третьей стороны у нас китайские офисы, которые на следующий же день, после того, как взяли ваши цифровые активы, они просто нету. Их нету. Так что вопрос доверия тут самый важный. Но не только это вопрос. Есть еще и вопрос долга. Когда вы берете долг – это одно дело. Выплачивать долг и еще иметь прибыль с этого – это совсем другое дело. И для этого нужно понимать, что долг бывает два типа. Первое – это дорогой и убиточный долг. К примеру, если вы берете из банка кредит и покупаете айфон – это убиточный долг. Потому что айфон сам за себя не выплачивает. Второе – когда вы берете дешевый долг и инвестируете, или же создаете бизнес, который начинает работать, и инвестиции начинают расти, выплачивая свой долг и плюс дает вам прибыль. Почему я привел этот пример? Потому что и так ясно, что айфон – это как бы убиточный долг. Дело не в айфоне. Дело в дорогом и дешевом долге. Это ключевой фактор. Потому что даже экономики могут расти исключительно, если есть возможность к дешевому долгу. То же самое и с вашим портфелем. Если у вас есть доступ к дешевому долгу, в таком случае вы можете правильно использовать его и наращивать свой портфель. Но если долг дорогой, скажем, 20-24%, это сумасшедливо очень дорогой долг. А 10%, 8%, 5% – это дешевый долг. Так что для создания портфеля можно использовать дешевый долг. И экономика стран, так же, как и ваш портфель, может создавать много бизнесов только в том случае, когда кредиты по низким процентам владельцам бизнесов или создателям бизнесов устраивают взятие долгов от маленьких процентов. Это все понятно. И на вопрос, чей долг дешевый, можно легко найти ответ, просто посмотрев, какие опции у них. Какие процентные ставки, плюс какие комиссии на депозит ведрового хранения. То есть это можно увидеть. Но на вопрос, кому доверяются ваши цифровые активы для хранения, чтобы эта компания на следующий день не испарилась с вашими цифровыми активами. И к этому вопросу нужно подойти фундаментально, чтобы им были максимальные гарантии. Потому что с их финансовым инструментом, который называется дешевый долг, вы будете работать во все время построения вашего портфеля. И у них будут держаться ваши цифровые активы. Повторюсь, это нетрудно. Просто нужно знать, с какой стороны подходить к этому вопросу. Какую компанию я выбрал и почему? Какие у них гарантии партнеры, инвесторы? Сколько времени я с ними работаю? Как я увеличиваю свой портфель? Ответы на все эти вопросы в видео по ссылке в описании. Спасибо, увидимся.